Глава 29. Время избавления. Когда начнется заключительная стадия избавления, в которой Бог наконец осуществит свое владычество над всем миром, народы будут наказаны за свое нечестие и высокомерие, за угнетение Израиля и осквернение имени Бога. Впрочем, если только избавление не будет ускоренным, Израилю тоже предстоит перенести ужасные родовые муки Машиаха. Как уже отмечалось, избавлению будет предшествовать период милосердия продолжительностью в 40 лет, 70 лет, либо три поколения. В это время у Израиля будет шанс превратить избавление в свое время в ускоренное. Логично предположить, что Бог выделит в этой последней задержке несколько стадий, так сказать, задержки внутри задержек. Вполне возможно, что Тора намекает на это, когда описывает три восхождения Моше на гору Синай, каждая по 40 дней. Затем, во времена Ноя, Бог задержал свой гнев на 120 лет, три раза по 40. Как сказано в Танхума, Ноах 5, 120 лет, Бог предупреждал современников Ноя в надежде на их покаяние. Конец цитаты. Бог начинает избавление уже во время этой последней задержки, запуская поступь Машиаха. Бог надеется, что Израиль увидит это, осознает свои ошибки и покается. Таким образом, страшные события являются одновременно и признаком избавления. Сейчас, когда избавление Израиля уже на горизонте, подобно первым лучам рассвета, «Смотри, Иерусалимский Талмуд, Брахот 1.1, мы вот-вот станем свидетелями возрождения Эрцисраэль». Санедрин, 98, Алиф. Раби Абба сказал, «Нет более очевидного знака избавления, чем этот, как сказано. Но вы, о горы Израиля, прострете свои ветви и дадите свой плод моему народу Израилю, ибо они скоро придут». Ехэскель, 36, 8. Конец цитаты. Раша комментирует, «Когда Эрцисраэль даст обильный урожай, тогда конец близок, и нет более очевидного знака, чем этот». Конец цитаты. Рост урожаев ознаменует постепенное начало собирания, о чем говорили и мудрецы Великого Собрания. Мигела, 17 б. Почему наши мудрецы сочли уместным поместить собирание изгнанников после молитвы о Добром Годе? Сказано, «Но вы, о горы Израиля, прострете свои ветви и дадите свой плод моему народу Израилю, ибо они скоро придут». Конец цитаты. Все это произойдет во время задержки, так что Израиль увидит, поймет и, возможно, даже раскается. И Бог ускорит избавление. Одновременно начнутся ужасные родовые муки, сопровождающие поступь Машиаха, о которой постоянно говорят наши мудрецы. Под этим термином подразумевается полный хаос и разрушение, настигающее как мир в целом, так и Израиль в частности. В этот же период Бог начинает собирание изгнанников, что также значимо с точки зрения эры Машиаха. Собирание сопровождается беспрецедентными бедствиями и страданиями. Состояние Израиля в этот период описывается в Санедрин 98 алиф. Раби Йоханан сказал, «Если ты видишь поколение, которое становится все беднее, жди Машиаха, как сказано, «Ты спасешь обедневший народ»» 2 Шмуэля 22.28 Раби Йоханан сказал, «Если ты видишь поколение, наводненное бедами словно рекой, жди Машиаха, как сказано, «Когда бедствие приходит, как потоп, который гонит ветер Господа»» Ишаяу 59.19 После чего «На Сион придет Избавитель» Там же стих 20. В Песик Тарабати 15 сказано, «В поколении, в котором придет сын Давида, ученые торы будут умирать, и остатки будут томиться в скорби и страдании. Мучительные беды поразят сообщество таким количеством новых жестоких постановлений, что перед тем, как закончится одно, выйдет новое». Смотри аналогичный источник в Санедрин 97 Алиф. В Санедрин 98 Алиф сказано, «Раби узнали». «Тогда Бог рассмотрит дело Своего народа. Он увидит, что их силы больше нет, и нет ни защиты, ни помощи». Дворим 32.36 «Сын Давида не придет, пока не умножатся доносчики». Другой урок. «Пока не сократятся ученики». Другой урок. «Пока не иссякнут деньги в карманах». Другой урок. «Пока они не отчаются ждать избавления». Как сказано, «Нет ни защиты, ни помощи». «Это будет так, будто у Израиля нет ни поддерживающего, ни помогающего». Конец цитаты. Похожие слова находятся в Йелкут-Шимани, Ошеа 533, цитата из Медраж-Таилим 45.3. «Израиль спросил Бога, «Владыка Вселенной, когда ты избавишь нас?» И Бог ответил, «Когда вы падете до самого низа, я избавлю вас». Как сказано, «Ибо наша душа согнута к праху». Таилим 44.26. Что говорится дальше? «Восстань нам на помощь». Там же стих 27. «Бог сказал, «Это все выйдет от вас, как цветущая лилия, сердцевина которой направлена вверх, так же и вы, когда вы раскаетесь, и ваше сердце обратится вверх, я избавлю вас». Конец цитаты. Речь идет о следующем. «Если Израиль не раскается, и избавление будет лишь в свое время, тогда окончательное избавление придет только после страшных страданий, когда Израиль опустится на самое дно». Однако похоже на то, что в данном Медраше есть еще одно значение. Только когда наступит духовный надир, то есть Израиль лишится заповедей, погрязнет в иностранной культуре и отбросит Божью святость. Когда для покаяния не останется уже никакого шанса, тогда внезапно придет избавление, хотя и со страданиями. Эти страдания станут возмездием за грехи всех поколений, грехи, которые продолжает поколение нынешнее. «Вспомним, что Бог помнит грех отцов для их потомков до третьего и четвертого поколений для ненавидящих его». Шмот 25. «Мудрецы объясняют» Брахот 7. Сказано «Он помнит грехи отцов, однако сказано и другое «Сыновья не будут умирать из-за своих отцов». Дворим 24.16 Здесь нет противоречия. Первое применяется, когда они продолжают грехи своих предков. Второе, когда не продолжают». Конец цитаты. Окончательное наказание, предшествующее окончательному избавлению, будет относиться к грехам всех поколений. Грехи эти достигнут своей кульминации в самом развращенном поколении за всю историю еврейского народа. Это поколение будет настолько испорченным, настолько далеким от святости, что не останется никаких шансов покаяться. Можно задать вопрос «Если так, за что их наказывать?» Но можно ли допустить, чтобы остались безнаказанными поколения грешников, доведших своих детей до такого жалкого состояния? «Необходимо стереть это зло, что можно сделать лишь наиболее жестким способом, наказав детей, которых они вырастили». На эту тему пишет Сифри, ТЦ 280. «Отцы умирают за свои собственные грехи, дети – за грехи своих отцов». Конец цитаты. Мудрецы также говорят, Шаббат 32 бет, «За грех беспричинной ненависти вражда процветает в доме человека, у его жены происходит выкидыш, и его сыновья и дочери умирают в молодости». Конец цитаты. Вот что говорится в Танхума, Корах 3. «Как ужасно разногласие, ведь Небесный суд наказывает только от двадцати лет и старше, а земной суд наказывает с тринадцати лет. Однако в бунте Кораха сгорели однодневные младенцы, поглощенные преисподней». Конец цитаты. «Если Ялкут Шимани говорит о самом низком духовном уровне, то это согласуется с другими источниками». Санедрин 98 Алиф. «Сын Давида придет только в поколении, которое будет либо все достойно, либо все виновно». То есть большинство. Конец цитаты. «Если все поколение настолько виновно, что возможность для покаяния упущена, тогда сын Давида придет только для освящения поруганного имени Бога, принеся с собой страдания. Наша душа согнута к праху». Таилим 44.6 Этот стих комментируется и в Ялкут Шимани, Таилим 44.746 «Раби Ицхак сказал, Бог сказал Аврааму, «Я сделаю твое потомство словно пыль земная, встань и иди в землю, ибо я дам ее тебе». Берешит 13.16.17 Это согласуется со словами, «Ибо наша душа согнута к пыли». Таилим 44.26 Что говорится дальше? «Восстань нам на помощь». Там же стих 27. «Если у нас есть добрые дела, действуй ради нас. Если у нас их нет, тогда действуй ради своего имени и избавь нас ради своей доброты». Раби Берахия сказал, «Если царство, сравнимое с пылью, приходит к власти, жди спасения». Бог сказал Израилю, «Очистите свои дела и покайтесь, и я немедленно избавлю вас». Конец цитаты. Мы снова видим важный принцип. Если мы раскаемся, избавление будет славным и величественным. Если нет, оно придет только в свое время, когда Израиль будет в самом худшем духовном состоянии и будет сопровождаться ужасными бедствиями. В этот период еврейский народ поплатится за отказ раскаиваться. Большинство евреев будет грешить все больше и больше. Они презрят божьи нормы, попрут Тору и возненавидят праведное меньшинство. В своем нечестие они предадут еврейский народ на поругание народам и его постигнут мессианские родовые муки. Мы читаем в Ктувот 112 Бет. Раби Ермия Бараба сказал, «В поколении, в котором придет сын Давида, ученых Торы будут преследовать. Когда я сказал это перед Шмуэлем, он сказал, «Будет одна чистка за другой, как сказано, когда останется только одна десятая, даже они будут поглощены». Ешаяу 6.13 Раби Йосеф сказал, «Будет одна волна грабежа за другой». В Санедрин 97 Алиф сказано, «Мы узнали», Раби Иуда сказал, «В поколении, в котором прибудет сын Давида, место встречи ученых станет борделем, Галилея будет уничтожена, Гавлан опустеет, а жители границы будут ходить из города в город, встречая неодобрение, мудрость книжников будут оплакивать, боящиеся греха будут в презрении, лицо поколения будет подобно морде собаки, и истина исчезнет, как сказано, «Истины нет, и удаляющийся от зла делает себя посмешищем». Ишаяу 59.15 Что имеется в виду в словах «истины нет»? В школе Рава говорилось, «Это учит тому, что она будет разделена на несколько стат, которые разойдутся». Конец цитаты. Дальше мудрецы учат Шир-Гаширим Раба 2.13.4 «Куда уйдет истина?» Ученик из школы Раби Янная сказал, «Она уйдет и расположится в нескольких стадах в пустыне». Эц Йосеф комментирует литера 29 в его редакции, «Будут люди истины, но они покинут человеческое жилище, поскольку люди лжи будут их ненавидеть, и они тайно убегут от них». Конец цитаты. «Если бы моя голова наполнила с водой, а глаза превратились в фонтан и слез, я бы день и ночь оплакивал погибшую дочь моего народа». Смотри, Ирмиягу 8.23. «Мы стали свидетелями страшной трагедии. Истина разделилась на несколько стад и вместе с ними покинула общественную сферу. Подавляющее большинство нашей нации, включая ученых Торы, предпочли истине комфорт изгнания, которое исказило их восприятие. Что еще остается говорить, когда целые плеяды ученых Торы перенимают ложные учения? Не из нечестия, Боже упаси, но под влиянием изгнания». В Санедрин 97.Алев говорится, что имеется в виду в словах, «Удаляющийся от зла делает себя посмешищем». Миштолел. В школе Раби Шилы говорилось, «Всякий удаляющийся от зла делает себя посмешищем в глазах людей». Раша комментирует, «Все называют его глупцом». Миштолел означает глупость. В Медрошага Гадол на Шмот 9.17 сказано, «Но теперь вы все еще господствуете над Мистолел, моим народом». В другом месте сказано, «Удаляющийся от зла делает себя посмешищем». Ишияу 59.15. «Из школы Раби Янная мы узнали, всякий, боящийся Бога, кажется своему товарищу глупцом». Конец цитаты. «Может ли быть более ясный признак близкого конца?» В Шираширим Раба там же сказано, «Раби Аббабар Каана сказал, «Сын Давида придет только в поколении, чье лицо будет напоминать морду собаки». Раби Леви сказал, «Сын Давида придет только в поколении, которое дерзко и заслуживает уничтожения». Раби Яннай сказал, «Когда ты увидишь, как одно поколение за другим высмеивает Бога, жди прихода царя Машиаха». Конец цитаты. Важно понимать, что этот источник говорит как об Израиле, так и о народах. Это будет время беспрецедентного скепсиса и ереси. Грех ереси в тысячу раз хуже идолопоклонства и любых других грехов, но именно он приведет к избавлению, как я уже объяснял и как еще объясню ниже. Раби Нехорай пишет в Санедрин там же, «В поколении, в котором придет сын Давида, молодежь будет позорить своих пожилых, пожилые восстанут на молодых, дочери нападут на своих матерей и свекровей, лицо поколения будет словно морда собаки, и сын не будет иметь стыда перед своим отцом». Конец цитаты. Похожие слова есть в сотах 49 бет. Во время прихода Машиаха дерзость умножится, молодежь будет позорить своих пожилых, пожилые восстанут на молодых, сыновья оклевещут своих отцов, дочери нападут на своих матерей и свекровей, родные человека станут ему врагами, «Лицо поколения будет словно морда собаки, и сын не будет иметь стыда перед своим отцом». И на что нам останется полагаться? «На нашего отца на небе». Конец цитаты. Ересь, отрицание владычества Бога, поклонение иностранной культуре с ее мерзостью и пустотой – все это приведет к разложению ценностей и полному краху Израиля, как святого отделенного народа. Михей пророчествует, «Сыновья оклевещут своих отцов, дочери восстанут против своих матерей и свекровей, и родные человека станут ему врагами». 7.6. И снова мы видим, что знамения служат вполне определенной цели. Бог взывает к нам, снова и снова дает нам возможность покаяться, пока не начались страшные мессианские родовые муки. Как раз об этом говорят мудрецы, Широширим Раба 2.9.3. «Моя возлюбленная, как газель!» Широширим 2.9. Комментарий. «Как газель исчезает и появляется, так же и первый избавитель будет видим, затем скрыт и затем снова видим». Мошея в Египте начал избавление, убив египтянина, затем он был вынужден бежать и был скрыт. Позже он вернулся в Египет и стал виден. Так же и заключительный избавитель будет виден, затем снова скрыт. Как долго он будет скрыт? «Сорок пять дней!» Это время Израиль будет питаться солончаковыми зарослями и кустарниками. А куда он их поведет? Согласно одной точки зрения, в иудейскую пустыню, согласно другой, в пустыню Сихона и Ога. «А кто не поверит ему и уйдет к народам мира, будет непременно ими убит». Раби Ицхак Бармирион сказал, «После сорока пяти дней он будет явлен им и вызовет падение манна. Нет ничего нового под солнцем». Конец цитаты. Объяснить это можно следующим образом. Избавление начнется с поступи Машиаха, периода милосердия, в течение которого Израиль сможет покаяться и заслужить величественное и славное избавление. В это время Бог явит нам как великие знамения, так и трагедии, и те, и другие уже начались. Одни знамения Бог совершит сам, другие – через народы. В это время народы земли постигнут страшные природные катастрофы, о чем мы поговорим позже. Поскольку Израиль отказывается покаяться, народы государства быстро придут в упадок. Если народ не раскаялся, к власти придет упадочный режим еврейских еретиков и эллинистов. Мудрецы говорят, Сан-Эдрин, 97, Алиф, «Сын Давида не придет, пока весь режим не обратится в дерись». Рава сказал, «Какой стих это подтверждает?» «Как только он стал полностью белым от проказы, он очистился». Вейкра 13.13 Когда весь режим будет пронизан ересью и иностранной культурой, тогда и придет избавление. Не сложно догадаться, что источником ереси станут правители-эллинисты, находящиеся под влиянием иностранной культуры. Но ересь и эгоизм охватят не только Израиль, но и народы мира. Царь Давид писал об этом в Таилин 14.1 «Глупец говорит в своем сердце «Нет Бога! Они извратились и стали делать мерзости! Нет никого, делающего добро!» Конец цитаты. Мудрецы комментируют Брахот 12.Бет «За своим сердцем» Бамидбар 15.39 «Это ересь!» Как сказано, «Глупец говорит в своем сердце «Нет Бога!» Раша комментирует «Царь Давид посвятил две главы Таилин одной теме». Обе главы начинаются со слов «Глупец говорит в своем сердце». Первая здесь относится к Навуходоносору. Вторая, глава 53. К Титу. Раша имеет в виду, что оба эти правителя отвергли существование Бога и хвастали собственной силой. Радак пишет «Слово «глупец» говорит о вавилонском царе Навуходоносоре, который правил еврейским народом и, причиняя им зло, вообразил, что в мире нет ни Бога, ни судьи, чтобы воздать человеку по его делам». Конец цитаты. Из слов «Глупец говорит в своем сердце» мудрецы делают вывод, что эгоизм является основанием дереси. В Берешит Раба 34.10 сказано «Нечестивые находятся во власти своего сердца. Глупец говорит в своем сердце. Но праведные сами управляют своим сердцем». Цитата. «Ханна сказала своему сердцу Аль-Либа, буквально над своим сердцем». 1 Шмуэля 1.13 Похожий вывод делается и в Елкут-Шимани. Таилин 14.662 «Бог сказал грешникам «Вы в своем сердце, а я в своем». «Вы говорите в своем сердце, давайте уничтожим их». Таилин 74.8 «А я говорю, ибо день мщения в моем сердце». Ешаяу 63.4 Конец цитаты. Итак, ересь коренится в эгоизме и высокомерии. В наше время, ждущие Машиаха, ересь скоро распространится по всему миру, и еврейские эллинисты не смогут устоять перед ее влиянием. Мудрецы говорят об этом так. Евамот 63.5 Цитата. «Я же разозлю их лженародом, разгневаю подлым племенем». Дворим 32.21 «Это еретики, как сказано. Глупец говорит в своем сердце, «Нет Бога». Таилин 14.1 «Да, нашей землей будут управлять высокомерные еретики», в полном согласии со словами из Санедрин 98 Алиф. «Сын Давида не придет, пока убогий режим не прекратится в Израиле». Раша комментирует, «Пока они полностью не перестанут управлять Израилем. Это подтверждает мою мысль о том, что в начале избавления в Эрц-Исраэль будет суверенное еврейское государство. Собирание изгнанников совпадет по времени с ухудшением дел в Израиле». Я объясню эту мысль ниже. Сейчас же обратим внимание на один комментарий Талмуда. «Сын Давида не придет, пока из еврейского народа не исчезнут высокомерные, как сказано. Тогда я удалю из твоей среды тех, кто получает удовольствие от высокомерия». Цфания 3.11 «Я оставлю посреди Тебя бедный и кроткий народ, и они будут уповать на имя Господа». Там же стих 12 «Сын Давида не придет, пока из еврейского народа не исчезнут все судьи и надзиратели, как сказано. «Я обращу мою руку против Тебя и очищу Твой шлак словно щелоком и удалю все Твои примеси. Я восстановлю Твоих судей, как в начале, и Твоих советников, как прежде. Затем Ты будешь называться городом праведности». Ишаяу 1.25.26 Раша комментирует «Шлак относится к тем среди вас, кто ассимилировался». Конец цитаты. Раша метко обозначил саму суть нынешнего режима. Свора высокомерных гордецов, нагло отвергающих Бога, потому что их поразил вирус иностранной культуры. Сын Давида и должен будет искоренить эту заразу. Пока у власти эллинисты, а Израиль и думать не хочет о покаянии, страдания и трагедии будут продолжаться и впредь. Помилуй небо! Мудрецы говорят, Санедрин 97 Алиф, «Мы узнали, Раби Нехемия говорит, поколение, в котором прибудет сын Давида, дерзостью множится, самые уважаемые будут шарлатанами, виноградники дадут свой плод, но вино будет дорогим». В Сота 49 Бет сказано, «При приближении Машиаха дерзостью множится, самые уважаемые будут шарлатанами, виноградники дадут свой плод, но вино будет дорогим, правительство обратится в ересь и не будет порицания». В Шир-Гаширим Раба 2.13.4 сказано, «Раби Нехемия сказал, перед пришествием Машиаха бедность увеличится, однако цены будут высокими, виноградники дадут свой плод, но вино испортится». Конец цитаты. Это похоже на слова из Агея 1.5.6. «Посмотрите на свои пути, вы сеяли много и приносите мало, вы едите, но недостаточно, вы пьете, но не утоляете жажду, вы одеваетесь, но никто не согрет, а тот, кто получает оплату, кладет ее в дырявый мешок». Конец цитаты. «Перед нами описание общественного и экономического краха. Это тоже часть Божьего предупреждения. Бог призывает свой народ покаяться во время периода милосердия, пока не наступил великий и страшный день гнева». Мудрецы говорят, Сан-Эдрин, 97, Алиф, «Сын Давида не придет, пока из карманов людей не исчезнут монеты». В другом месте этого же источника, 98, Алиф, есть такие слова. Раби Элазар сказал, «Нет более очевидного знака конца, чем этот. Перед этими днями не было найма ни для человека, ни для зверя». Раши, когда мы видим, что ни один человек и даже ни один зверь не имеет работы, это согласуется со словами наших мудрецов, «Пока из карманов людей не исчезнут монеты, у людей нет денег, нет мира от врагов для тех, кто выходит или входит». Захария, 8, 10. Что имеется в виду в словах «Нет мира от врагов для тех, кто выходит или входит?» Рав сказал, «Даже ученые Торы, о которых говорится «Велик мир тех, кто любит твою Тору» Таилим, 119, 165, не имеют мира от врага». Конец цитаты. Шмуэль сказал, «Пока все цены не станут равны». Раша комментирует, «Равно высоки». Конец цитаты. В Захарии, 8, 10 подводится итог, «Ибо я настраиваю всех людей, каждого против своего ближнего». Вот еще одна картина общественного упадка. Экономика рушится. Различные группы враждуют друг с другом. В обществе царит анархия и хаос. В Мигела, 17 бет, говорится, «Как только изгнанники будут собраны, над грешниками Израиля будет осуществлен приговор». Сказано, «Я обращу мою руку против тебя и очищу шлак твой, и очищу твой шлак, как щелоком». Ишиягу, 1, 25. «Я восстановлю твоих судей, как раньше». Там же, стих 26. Раша комментирует, «Перед заселением Иерусалима». Дело в том, что при избавлении в свое время государства будут контролировать грешники. Поэтому, хотя Израиль и будет жить в Иерусалиме, ведь у него есть хоть какое-то правительство, но они не заселят его полностью из-за различных проблем. Как говорит Захария, «Я соберу все народы против Иерусалима на войну, город будет взят и половина его отправится в изгнание». Захария, 14, 2. Далее, в Мигела, 17, бет, говорится, «Как только осуществится суд над нечестивыми, минин, еретики, исчезнут, в том числе зыдим, мятежники». Как сказано, «Уничтожение нарушителей и грешников совпадет. Забывшие Господа будут поглощены». Ешаяу, 1, 28. Конец цитаты. Раша комментирует, «Миним те, кто не верит, что учение Моше было с неба. Вот почему благословение Веламалшиним, чтобы у клеветников не было надежды, было помещено сразу же после Хашивашофтену за восстановление судей». Те, кто забыл Господа, означает минин, еретиков, а уничтожение нарушителей означает зыдим, мятежников. Как учит Йома, 36, бет, «Нарушители означают мятежников, то есть тех, кто грешит на зло». Конец цитаты. В период милосердия перед приходом Машиаха появятся знаки избавления, собирания изгнанников и еврейское правительство в Эрецисраэль. Если Израиль заслужит ускоренное избавление, собирание будет происходить в славе и величии. Ирмияу 31, 6, 7, 9, 11. Так говорит Господь, пой с радостью о Бьякове, восклицай на горах народов, возвещай, хвали, говори, о Господи, спаси свой народ, остаток Израиля. Вот я приведу их из северной страны и соберу их с концов земли и с ними слепых и хромых, женщину с ребенком и труженика. Великое собрание вернется туда. Рассеявший Израиль соберет его и сохранит его, как пастух хранит свое стадо, ибо Господь избавил Якова и выкупил его у того, кто сильнее его. Поэтому они придут и воспоют на вершине Сиона и устремятся к щедротам Господа. Их души будут как орошенный сад, они больше никогда не будут томиться от грусти. Конец цитаты. Другие аналогичные стихи. Не бойтесь, ибо я с вами, я приведу твое семя с востока и соберу тебя с запада. Я скажу северу, отдай их и югу не удерживай. Веди моих сыновей издалека, моих дочерей с концов земли. Ишаяу 43, 5, 6. Пойте о небеса, ибо Господь сделал это, восклицайте низины земли, пойте песню о горы, о лес и всякое дерево в нем, ибо Господь избавил Якова и прославил себя в Израиле. Там же 44, 23. Вы скажете заключенным, выходите, тем, кто в темноте, покажитесь, они не будут ни голодать, ни жаждать, их не будет палить ни зной, ни солнце, ибо тот, кто проявил к ним милосердие, поведет их, к потокам воды он направит их, вот они придут издалека, и вот с севера и с запада и из земли синим, пойте о небеса, радуйся о земля, пойте песню горы, ибо Господь утешил свой народ и проявил милосердие к своим страждущим. Там же 49, 9, 10, 12, 13. Конец цитаты. Подобных стихов немало в Писании. Собирание начнется, даже если Израиль не раскается. Однако в этом случае евреи будут переселяться в землю, чтобы спастись от ужасов изгнания, и Бог приведет избавление только для освящения своего имени. Цитата. Не бывать тому, сказанному вами, будем, как другие народы, как племена других стран, служить дереву и камню. Жив я, слово Господа Бога, рукой крепкой и мышцею простертой, и яростью изливающейся воцарюс над вами. Ехэскел 20-32-33 Конец цитаты. Бог не позволит Израилю ассимилироваться. Нет, Он с гневом выведет их из изгнания, побудив народы напасть на евреев. В этом отношении первое избавление предвосхитило нынешнее. Бог сказал Моше Шмот 6-1 «Теперь ты увидишь, что я сделаю с фараоном. Сильной рукой он вышлет их, и сильной рукой он изгонит их из своей земли». Конец цитаты. Раши и Рашбам комментируют «Против воли Израиля он изгонит их». Евреи всегда были упрямым народом. Они никогда не хотели покидать комфортные условия изгнания. Их всегда приходилось выгонять силой ради их же блага. Бог превращает любовь народов к Израилю в ненависть. Это единственный способ заставить Израиль покинуть изгнание. Так уже было с Яаковом, когда только ненависть Лавана и его сыновей заставила его вернуться в Эрцисраэль. Цитата «Яаков увидел лицо Лавана. Лаван не поступал с ним, как раньше. Господь сказал Яакову «Вернись в свою родину!» Берешит 31.2.3 А вот что произошло в Египте. Цитата «Он Господь заставил сердце Египта ненавидеть его народ, поступать коварно с его рабами» Таилим 105.25. То же происходит и сегодня. Мы заплатили жестокую цену за создание современного еврейского общества и привлечение в него изгнанников. Только ненависть народов и гибель многих еврейских общин по всему миру заставила евреев переехать в Эрцисраэль. Мы читаем Вайкра 26.41 «Я приведу их в землю их врагов, где их упрямый дух будет смирен и их грех прощен». Конец цитаты. Турат Куанин комментирует Бехукатай 8.5 «Это подходящее обращение для Израиля. Я не позволю им сказать, поскольку нас сослали к народам, мы будем подражать их делам. Но я поставлю моих пророков над ними и они вернут их к истинному пути под моим крылом». Какой источник говорит об этом? Цитата. «Что приходит вам на ум никогда не произойдет рукою крепкой и мышцею простертой и яростью изливающейся воцарюс над вами». Ехэскель 20 32 33 «Воцарюс против вашей воли. Я учрежу свое царство над вами не с помощью приятных средств». Конец цитаты. Бог не позволит Израилю остаться в изгнании и ассимилироваться. Они либо раскаются и заслужат славное ускоренное избавление, либо, не дай Бог, он будет править над ними с гневом и против их воли. Вот почему этот мидраж начинается со слов «Это подходящее обращение для Израиля». Израиль может покинуть изгнание либо через покаяние, либо через принуждение. Во втором случае евреям придется самостоятельно спасаться от ужасов изгнания, что удастся далеко не всем. Это видно из самого текста, поскольку сначала говорится «Они исповедуют свои грехи и грехи своих отцов» в Икра 26.40 «А сразу же после этого я тоже останусь равнодушен к ним и приведу их в землю их врагов. Тогда их упрямый дух смирится». Там же стих 41. Казалось бы, непонятное место. Если они уже исповедовали свои грехи и раскаялись, то почему Бог остается равнодушен к ним? Все дело опять-таки в двух возможных вариантах развития событий. Согласно первому стиху, за раскаянием немедленно последует славное и радостное избавление и собирание изгнания. Согласно второму стиху, если евреи не раскаются, они останутся в изгнании, где их будут преследовать кошмары. Мудрецы так комментировали первый стих. «Они исповедуются в своих грехах, это значит, что они движутся в сторону раскаяния. Как только они исповедуются в своих грехах, я снова сжалюсь над ними». Торат Куанин там же 8.3 Более того, даже если период милосердия начнется с изливания гнева, но затем Израиль раскается, Бог все равно осуществит ускоренное избавление. Вот как Торат Куанин там же 6.6 комментирует стих 41 «Я приведу их в землю их врагов, тогда их упрямый дух смирится». Комментарий «Это означает, что они движутся в сторону раскаяния. Как только они покорят свои сердца, я снова сжалюсь над ними». Конец цитаты. Теперь все становится ясно. Основной принцип заключается в том, что Бог начинает собирание уже во время периода милосердия перед приходом Машиаха вне зависимости от наличия у Израиля раскаяния. Бог просто не позволяет евреям ассимилироваться и уподобиться народам. Он превращает изгнание в кладбище и в итоге у Израиля просто не остается выбора, кроме как переехать в Эрц Исраэль. И это только ему на благо, ведь несмотря на все страдания и жертвы, Израиль увидит избавление на национальном уровне. В Сифри Экев 43 мудрецы рассуждают об изгнании такими словами «Земля не даст своих плодов» Дворим 11.17 Комментарий «Чтобы никто не думал, что он может покинуть Эрц Исраэль и наслаждаться щедротами, сказано «Небеса над вами станут как медь и земля под вами, то есть где бы вы ни были, как железо» там же 28 23 «И вы скоро исчезнете из земли» там же Комментарий «Помимо всех прочих страданий я могу изгнать вас, изгнание равно по жестокости всем прочим страданиям вместе взятым» Конец цитаты Устранение изгнания благо для Израиля поскольку препятствует ему ассимилироваться с народами Ихэскель продолжает 20 34 38 40 44 «Я удалю вас из народов и соберу вас из стран где вы были рассеяны могучей ладонью простертой рукой и с излитым гневом я приведу вас из пустыни народов и там накажу вас лицом к лицу как я наказал ваших отцов в египетской пустыне так же я накажу вас говорит Господь Бог я заставлю вас пройти под розгой и склоню вас к послушанию и соглашению я очищу вас от мятежников и грешивших против меня я удалю их из вашей страны где вы странствуете они не войдут в землю Израиля вы узнаете что я Господь ибо на моей святой горе высоком месте Израиля весь дом Израиля в земле Израиля будет служить мне там 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 я приму их вы узнаете что я Господь когда я начну действовать для вас ради моего имени не по вашим нечестивым путям и извращенным делам о дом Израиля говорит Господь Бог Конец цитаты Об этом же говорит Иошеа 1.9 Тогда Бог сказал Зови его не Ло-Ами не мой народ ибо вы не мой народ и я не буду вашим Затем он добавляет 2.4.7.15.17 Вот что говорится в Мецудат Давид о стихе Ехескель 20.34 Я удалю вас из народов Могучей рукой я сдавлю их и изолью свою ярость на них подсказав народам мысль изгнать их из своей земли Конец цитаты Танхума учит Бехукатай 3.4.7.15.17 Раби Иуда говорит если Израиль не раскается они не будут избавлены Раби Шимон говорит раскаются они или нет когда придет конец они немедленно будут избавлены Раби Илазар говорит если они не раскаются сами Бог приведет злого царя чьи постановления будут жестокими как у Амана и он стеснит их вынудив раскаяться как сказано бедствие придет как потоп гонимый ветром Господа на Сион придет избавитель Ишияу 59.19.20 В Сан-Эдрин 97.00 Бет сказано Раби Илазар говорит если Израиль раскается они будут избавлены если не раскаются то не будут Раби Иошуа сказал ему если они не раскаются разве они не будут избавлены скорее Бог приведет царя чьи постановления будут жестокими как у Амана и Израиль раскается и вернется на истинный путь Раби Илазар молчал Конец цитаты Раби Илазар согласился с Раби Иошуа в том что даже в отсутствии раскаяния Бог избавит их ради своего имени но с бедствиями и только в свое время даже Раби Шимон в Танхуме соглашается что избавление придет только с ужасными страданиями хотя при этом допускает что они могут оказаться бесполезными с другой стороны Рабейну Саадья Гаон считал что многие ослабнут в вере как бы то ни было избавление все равно наступит и спасется лишь остаток праведных как уже отмечалось бедствия будут сопровождаться ликвидацией изгнания Малбин так комментирует стих Вайкра 26.41 Я приведу их в землю их врагов чтобы они не ассимилировали среди народов конец цитаты мы снова видим что начало избавления собирания и период милосердия происходят одновременно чтобы Израиль смог покаяться и избежать чудовищных последствий войны Гога и Магога таким образом задолго до окончательного избавления и прихода Машиаха значительная часть Израиля уже будет жить в собственной земле при собственном правительстве о чем и говорится в Ехескель 38.8 после многих дней ты будешь вызван в последние годы ты придешь в землю возвращенную у меча собранную у многих народов ты придешь против гор Израиля которые постоянно были в запустении но жители которых приведенные из народов все живут в безопасности конец цитаты так перед нападением Гога на Эрцисраэль в ней уже будет жить значительная часть еврейского народа мудрецы в этом единодушны брахот 49 алиф господь строит Иерусалим он собирает отверженных Израиля таилим 147 2 комментарий когда бог будет строить Иерусалим когда он соберет отверженных Израиля конец цитаты Танхума Ноах 11 Раби Шмуэль бен Нахмени сказал есть раввинистическое предание что Иерусалим не будет восстановлен пока не соберутся изгнанники конец цитаты Затем когда начнется эпоха Машиаха и собственно избавление бог накажет народы за их высокомерие и плохое обращение с Израилем Одновременно будут наказаны и евреи отказавшиеся покинуть изгнание народы начнут нападать друг на друга страны исчезнут с лица земли и многие евреи испугаются раскаются и вернутся в Эрцисраэль Мудрецы говорят берешит раба 42.4 Когда ты увидишь что народы подстрекают друг друга жди прихода Машиаха знай что это так ибо избавление пришло к Авраму через то что народы подстрекали друг друга Конец цитаты В Песик-Тарабати Куми-Ори 36 говорится Раби Цхак сказал В год когда явится царь Машиах все народы будут подстрекать друг друга Персия будет подстрекать Аравию Аравия пойдет в дом чтобы искать у него совета и тогда Персия вернется и уничтожит весь мир Все народы будут бурно паниковать падать на свои лица и корчиться от боли как роженица Это же относится и к Израилю который будет спрашивать Куда нам идти что делать И Бог ответит Дети не бойтесь все что я сделал было ради вас Зачем вам бояться Ваше избавление близко Окончательное избавление не такое как первое ибо после первого избавления было больше боли и угнетения от народов но при последнем избавлении так не будет Конец цитаты Все сказанное относится к ускоренному в кавычках избавлению при котором Израиль заслужит спасение от мессианских родовых мук и войны Гога Впрочем Израиль в любом случае будет спасен тогда как мир погрузится в хаос Царь Давид описывает войны и разрушения которые постигнут мир в это время Таилим 46 2 3 7 11 12 Бог наше убежище и сила скорая помощь в беде поэтому мы не будем бояться хотя и земля изменится хотя горы упадут в море народы придут в ярость царство поколеблются Бог подаст голос и земля расплавится будьте спокойны знайте что я Бог возвеличу среди народов буду превознесен на земле Господь воинств с нами Бог Якова наша крепость конец цитаты Важно понимать что сейчас невозможно сказать с уверенностью каким именно будет этот процесс конкретная форма избавления это тайна закрытая и запечатанная до конца Даниил 12 1 однако в чем можно не сомневаться и о чем ясно свидетельствуют все источники это то что мир постигнет упадок и крах народы охватит паника мир погрузится в хаос социальный экономический политический одни группы народов нападут на другие кругом будут разруха и запустения в центре этого процесса будут Эдом и Ишмаэль Эдом это другое название Рима мира лживого христианства он же западный мир термин Ишмаэль объединяет народы другой ложной религии ислама в определенный момент Эдом и Ишмаэль нападут на Эрц Исраэль и начнется война Гога которая ознаменует полное избавление в Танахе сказано вот четвертый зверь страшный и ужасный и чрезвычайно сильный у него большие железные зубы он отличался от предшествовавших ему у него было десять рогов Даниил 7 7 Робену Саадь Ягаон комментирует этот четвертый зверь это Арам Почему Писание использует повторение страшный и ужасный и чрезвычайно сильный чтобы сообщить нам что Арам включает Ишмаэля Конец цитаты так же сказано вот среди них появился еще один маленький рог который исторг три первых рога у этого рога были глаза подобные человеческим и рот говорящий великое Даниил 7 8 Робену Саадь Ягаон комментирует еще один небольшой рог я думаю это относится к царству Ишмаэля в Аравии далее он объясняет что означает исторжение трех других рогов зверя я думаю что два рога это два царя Арама поскольку царь Ишмаэля взял их землю и царство первый правил в Константинополе второй в Ашкеназе и над всей Италией третий исторженный рог Персия в Мецудат Давид сказано Ишмаэль распространится на большую часть населенного мира маленький рог указывает на то что произойдет непосредственно перед приходом избавителя с востока придут люди вернутся к учениям Ишмаэля и уничтожат три царства Йома 10 Алиф комментирует сын Давида не придет пока нечестивое царство Рима не распространит свою власть над всем миром на девять месяцев как сказано поэтому он отдаст их пока не родит имеющее родить затем остаток его братьев вернется к детям Израиля Михей 5 2 Конец цитаты В Санедрин 98 Бет говорится несколько иначе Сын Давида не придет пока это царство не распространит свою власть над Израилем на девять месяцев цитата поэтому он отдаст их однако здесь Раши дает такой комментарий весь мир рассеяние Израиля он имеет ввиду что во время войн и паники нечестивое царство распространят свою власть над всем миром включая еврейский народ причем не только в Эрцисраэль но по всей земле разница состоит в том что в изгнании спасенных не будет а в Эрцисраэль будут все сказанное относится к избавлению в свое время когда израильтяне не покаются если же они покаются и вернутся в Эрцисраэль то там они спасутся от мессианских родовых мук тогда как все оставшиеся в изгнании погибнут Зоар говорит в Эйра 32 алиф в будущем ишмаильтяне развяжут крупные войны и думияне устремятся на них и сразятся с ними один раз на море один раз на земле и один раз конец цитаты снова мы видим что мир погибнет в войнах а главными действующими лицами кровопролития станут Ишмаэль и Эдом будут одновременно задействованы три связанных друг с другом сценария войны между народами нападение народов на Эрцисраэль и еврейский народ расцвет эллинизма и ереси в самом еврейском народе вплоть до покаяния мудрецы обращали особое внимание на то что в последние дни особая роль в войнах против Израиля будет принадлежать Ишмаэлю не стесняясь называть Ишмаэля собакой мудрецы объясняют что он будет пытаться укусить и проглотить Израиль Берешит Раба 45.9 цитата его рука будет против всех людей и рука всех людей будет против него в яд колбо Берешит 16.12 читай колбо его собака он и собака равны конец цитаты вот как в Медраш Агадол там же комментируется стих Берешит 25.13-14 первенцы Ишмаэля Наваоф и Кедар комментарий Кедар это главное ишмаэльтянское царство и Давид говорит о них горе мне что я проживаю в Мосохе что я живу в шатрах Кедара Таилин 125 Раби Елезер говорит вот что имеет ввиду Давид собрание Израиля воскликнет горе мне что мое проживание с Кедаром продлено я человек мира но когда я говорю они готовятся к войне там же стих 7 ибо они поступают жестоко со мной своими ежедневными постановлениями мишма дума и масса мы слышим шумим что мы опозорены и пребываем в молчании мы несем их ярмо масса и мы немы дом им они кто расспрашивает кто может пережить разрушение господа шумо эль бемидбар 24 23 горе тем кто живет в царстве ишмаэля в перкей ишмаэля глава 13 сказано ассирия потомки ишмаэля не спровергнут ассирийскую державу белам сказал из 70 языков которые бог создал в своем мире он не дал свое имя никому но только израилю поскольку бог сделал имя ишмаэля подобным имени израиля горе тем кто живет в день ишмаэля как сказано кто может пережить разрушение господа раби ишмаэль говорит в конце дней ишмаэль тяне вызовут 15 изменений они измерят землю веревками они превратят кладбище в пастбище для овец они измерят их и от них до гор ложь умножится истина исчезнет закон удалится из Израиля Израиль станет очень грешным красная шерсть станет как обычная шерсть бумага и чернила высохнут царская села монета будет отменена они восстановят разрушенные города они расчистят дороги они посадят сады они заделают отверстия в стенах храма они построят святилище храма в конце два брата будут править над ними как князья и в их день восстанет цимах сын Давида как сказано в дни этих царей бог неба воздвигнет царство которое никогда не будет разрушено Даниил 2 44 раби Ишмаэль дальше говорил в конце дней потомки Ишмаэля три раза бурно пойдут войной в землю как сказано они убегут от мечей Ишаяу 21 15 и мечи могут означать только войны одна произойдет в лесу Аравии как сказано и обнаженного меча там же одна произойдет на море как сказано и от натянутого лука там же лук и стрелы в большей степени чем меч ассоциируются с морскими сражениями одна произойдет в великой столице Риме и она будет более тяжкой чем первые две как сказано и от тяжести войны там же отсюда выйдет сын Давида и увидит кончину обеих отсюда он придет в Эрцисраэль как сказано кто это идущий из Эдома с красной одеждой из Воссора тот кто велик в своем наряде шествующий в величии своей силы я кто говорю в праведности сильный спасать там же 63 1 в Перкей Дераби Элиезер глава 32 говорится откуда имя Ишмаэль Бог услышит сказано ты должен назвать его Ишмаэлем берешит 16 11 а почему он был так назван потому что в будущем Бог услышит вопль своего народа о том что Ишмаэльтяне собираются сделать в земле в конце дней поэтому он был назван Ишмаэль как сказано Бог услышит и ответит им Таилим 55 20 в Перкей Дераби Элиезер глава 44 сказано Раби Иоси говорит когда Сеннахирим пришел в Эрцисраэль все народы вокруг Эрцисраэль увидели его стан и очень испугались и каждый убежал как сказано я Сеннахирим удалил границы народов и украл их сокровища Ишиягу 10 13 они пришли в пустыню и смешались с Ишмаэль тянами все они вместе 10 народов как сказано Шатры Эдома и Ишмаэль тян Муава и Агарян Гевал Амон и Амалек Филистия с жителями Тира и Ассирия присоединилась к ним Таилим 83 7 9 В будущем все они падут в руки сына Давида как сказано Мой Бог сделай их как пыль в вихре Там же стих 14 Вот как мудрецы объясняют стих Берешит 15 12 Великий темный ужас пал на Авраама Перкей Дераби Элезер глава 28 Комментарий Ужас означает четвертое царство о котором сказано ужасный и страшный и чрезвычайно сильный Даниил 7 7 Темный означает Грецию которая покрыла Израиль тьмой в отношении всех заповедей Торы Великий означает царство Персии и Мидии которые решили продать Израиль бесплатно Пал означает Вавилонию в чьи руки пал венец Израиля На означает Ишмаэля ибо сын Давида процветает над ними как сказано его врагов я покрою стыдом и венец Израиля процветает над ними Таилим 132 18 Раби Азария говорит эти царства были созданы только чтобы стать деревом для ада как сказано Горящая печь и огненный факел Берешит 15 17 Печь и факел могут означать только ад как сказано Слово Господа Чей очаг на Сионе и чья печь в Иерусалиме Ишаяу 31 9 В Перкей Дераби Элезер глава 48 сказано В будущем Бог уничтожит противников Израиля потомков Исава и врагов Израиля и Шмейльтян как сказано Твоя рука будет поднята на твоих противников и все твои враги будут истреблены Михей 5 8 Конец цитаты Моше сказал Богу Танхума в Аетханан 6 Владыка Вселенной от Авраама произошел Ишмаэль чей народ гневит тебя как сказано шатры грабителей процветают Иов 12 6 Ишмаэль ненавидит Израиль всю свою историю причина чего их общее происхождение от Авраама Ишмаэль завидует семени Ицхака которого Бог избрал вместо него в Танхума Ваилех 2 говорится «У моего возлюбленного был виноградник на очень плодовитом холме и он окопал его и очистил его от камней» Ишаяу 5 1 2 Виноградник означает Израиль окопал его означает Авраама «Ибо Бог избавился от его отходов таких как Ишмаэль Он очистил его от камней относится к Ицхаку от которого появился Эсав Миш научит Недарим 31 Алиф «Если кто-либо клянется не извлекать прибыли из потомства Авраама ему нельзя извлекать прибыль из любого еврея но можно извлекать прибыль из нееврея» Талмуд комментирует «Что насчет Ишмаэля? Сказано «Через Ицхака ты будешь удостоен потомства» Берешит 21 12 А что насчет Эсава? Сказано «Через Ицхака но не все что у Ицхака» Конец цитаты Мы видим что Ишмаэль не относится к категории потомства Авраама и потому у него нет доли в Аврааме будь то его потомство или земля они всегда будут помнить об этом и ненавидеть нас Уже в эпоху Александра Македонского произошел случай описанный в Санедрин 91 Алиф Потомки Ишмаэля и Кетуры пришли чтобы посоветоваться с Израилем Они сказали «Земля Ханаан наша и ваша» как сказано «Вот поколение Ишмаэля сына Авраама» Берешит 25 15 «И вот поколение Ицхака сына Авраама» там же стих 19 Я уже приводил что писали Рамбам и Орахаим о злобе и порочности Ишмаэльтян В своем комментарии на второзаконе где предписывается уничтожить город отступников Орахаим дворим 13 18 предупреждает что даже уместная жестокость не должна завладеть нашим рассудком цитата «Тогда Бог даст тебе милосердие и будет милосердным» комментарий это утверждение находится здесь потому что Тора заповедует убить мечом всех жителей отступнического города включая животных подобные деяния вселяют в сердце человека жестокость как сообщили нам нанятые царем ишмаильтянские убийцы они ощущают жажду крови убивая кого-либо от них отрезали корень милосердия и они стали жестоки конец цитаты и и действительно ишмаильтяни отличаются низостью и коварством в кедушин 72 алев мы читаем ишмаильтяни ишмаильтям ишмаильтян ишмаильтян 166 бет как повезло тебе о израиль когда ты исполняешь волю бога ни один народ или язык не может править тобой но когда ты это не делаешь бог отдает тебя в руки низкого народа эта же мысль встречается в михилта и тро месехта деба ходыш один поскольку вы не хотели подчиниться небу вы подчинены порочным арабским народам конец цитаты это народ коварный и лживый которому нельзя верить их характер очень похож на характер потомков иофета который мудрец описывает в берешит раба 37 1 цитата один стих говорит что среди сыновей иофета был доданим берешит 10 4 другой называет этого сына роданим 1 летопись 1 7 раби ханина сказал когда израиль на подъеме потомки иофета говорят им мы потомки вашего дяди дод а когда израиль в упадке потомки иофета приходят и тиранят их конец цитаты хотя это описание потомков иофета оно гораздо лучше подходит к ишмаильтянам так известным своей лживостью в эпоху избавления ишмаэль восстанет и с удвоенной энергией нападет на ицхака Яакова и их потомков они будут подстрекать царей и другие народы тогда как мир будет скатываться к хаосу мы уже цитировали из писик Тарабати Куми Ори 36 раби Ицхак сказал в год когда явится царь Машиах Персия будет подстрекать Аравию Аравия пойдет в дом чтобы искать у него совета и тогда Персия вернется и уничтожит весь мир Израиль будет бурно паниковать спрашивая куда нам идти что делать конец цитаты святой Зогар также часто подчеркивает что в конце дней измаильтяне нападут на еврейский народ и эрц Исраэль Зогар берешит 119 алиф цитата в то в то время измаильтяне будут побуждены со всеми народами мира напасть на Иерусалим конец цитаты дальше в Зоре говорится в Айра 32 алиф ишмаильтяне будут долго управлять святой землей когда она пуста и препятствовать Израилю вернуться в свое место в будущем они развяжут крупные войны и потомки Эдома соберутся против них и пойдут на них войной один раз на море один раз на суше и один раз рядом с Иерусалимом они будут использовать друг против друга огромную силу и святая земля не будет отдана во власть Идумиян конец цитаты итак ишмаильтяне выступят против Израиля и одновременно примут участие в войнах с другими народами все это произойдет в эпоху всемирного краха когда Бог накажет народы осветит свое поруганное имя искоренит ложные религии и объявит всему миру о своей единственности ключевым событием этой эпохи станет конфронтация между Богом и религиями народов и Израиль будет обязан открыто объявить о своей позиции как только мир осознает что конфронтация носит религиозный характер он сразу же обратит внимание на гибель ложных религий в тот день Господь будет царем над всей землей Захария 14 9 он будет один и его имя одно там же ибо царство принадлежит Господу он правитель над народами Таилин 22 29 и над их богами Таким было первое избавление из Египта как говорят наши мудрецы Танхума Вайра 13 Почему воды были поражены сначала кровью потому что фараон и египтяне поклонялись реке Бог сказал Муше сначала порази их Бога в их присутствии и затем порази их Мудрецы также говорят Михилта Пешалах Месех Тадашира 2 Когда Израиль увидел что ангельский князь Египта пал они начали восхвалять Бога поэтому сказано превознесение на море Шмот 15 1 Точно так же в будущем Бог не будет наказывать народы пока Он не накажет их ангельских князей как сказано в тот день Господь накажет воинство высоких на высоте Ешеягу 24 21 и только затем царей земли там же так же сказано «Как как ты пал с неба о светлая звезда сын утра» там же 14 12 и только затем «Как ты сброшен на землю ты правивший народами» там же «Мы также находим ибо мой меч насыщен на небе» там же 34 5 «И только затем вот это придет на Эдом» там же конец цитаты «Смотри аналогичный источник в Танхума Бешалах 13 Вот что говорится в Михилте там же 9 «Народы услышали и затрепетали Шмот 15 14 Комментарий «Как только народы услышали что фараон и его воинство погибли в море Египет устранен и его божества наказаны они начали трепетать Танхума Межпатим 18 Цитата «Я уничтожил амореев перед вами Я уничтожу их плод вверху и их корни внизу Амос 2 9 Комментарий «Их плод вверху означает их ангельского князя а их корни внизу означает амореев Бог также сделает это и в будущем Он накажет ангельских князей народов и только затем их земных царей Конец цитаты еврей еврей еврейский народ должен осознать сам и объявить всему миру что вражда между Израилем и Ишмаэлем это вражда между Богом Израиля и ложной религией Ислама В эпоху избавления ложные боги народов должны столкнуться лицом к лицу с нашим Богом тогда победа Бога осветит его имя докажет его величие и утвердит его власть над миром если какой-нибудь трус скажет вам что подобные заявления ведут еврейский народ к краху отправьте его туда откуда он пришел нет никаких сомнений что Израиль обязан освещать Божье имя возвещать миру что Господь есть Бог нет никого помимо него дворим 4 35 кто в этом сомневается кто из страха игнорирует свой долг кто позволяет воцариться в мире ложным религиям тот богохуль ствует ложные религии свободно проповедуют свою истину в кавычках ни христиане ни мусульмане не боятся конфронтации с другими религиями они публично распространяют свои взгляды агрессивно обращают в свою веру приверженцев других религий в том числе еврейский народ да поможет нам небо ишмаильтяне открыто заявляют о превосходстве своей религии и даже о священной войне в ее защиту в противоположность этому львиная доля евреев в том числе обанкротившийся режим эрцисраэль отвергают истину торы более того они позволяют нашим еврейским братьям свободно переходить в ложные религии и не депортируют ложные религии из святой земли мы должны четко продемонстрировать что у данной конфронтации исключительно религиозное измерение борьба между истинным богом и богами народов между торой и иностранными культурами и религиями власти считают неприемлемой и безумной саму постановку вопроса таким образом что и является главной проблемой мы заплатим огромную цену за ересь и отступничество да поможет нам бог мы должны прославить владыку всего и обратить наши сердца к важной истине идет война между божьей торой и ложными религиями так мы поднимем глаза к горам как сказал царь Давид я подниму свои глаза к горам горим откуда придет мне помощь Таилием 121 1 берешит раба 68 2 комментирует я подниму свои глаза к патриархам о рим буквально отцы моим учителям и господам похоже высказывается елкут шимони Таилием 121 878 я подниму свои глаза к горам к царю Машиаху конец цитаты только осознав что миром правит божественное провидение а задача мира венчать Бога царем тогда и только тогда еврей обратится за ответами к Богу и светилам Торы вместо того чтобы слушать мелочных и безответственных банкротов нынешнего режима только так мы еще успеем обратить страшное избавление в свое время в ускоренное видео Продолжение следует...